хабаровск что должна сделать власть для снижения градуса протеста в городе способна ли власть на эти решения прежде всего власть должна услышать те требования которые выдвигают жители хабаровска что они хотят они хотят чтобы власть уважала их выбор они хотят чтобы того губернатора которого выбрали они им вернули если он в чем-то виноват значит его нужно судить где хабаровске судом присяжным как просят люди открытым судом потому что то что происходит на сегодняшний день это же совершеннейшее безобразие там хабаровском крае на выборах депутатов не прошли единороссы вот после этого то есть после того как весь край до показал что в единой россии поддержка практически ноль после этого появилось уголовное дело по которому посадили партнера фургала как сейчас вот поступает информация да отовсюду значит от родственников до сенатор там добивается как бы смысл в чем этот мистерюков да этот партнер он находится в сизо много-много месяцев он болен раком из него выбивали показания ему не дают да возможно да ему не дают обезболивание ему не дают встречаться с женой с адвокатами к нему никто не может попасть да никто не может с ним просто элементарно поговорить и на основании вот этого человека строится обвинение фургала понятное дело что люди этим возмущены понятное дело что люди не верят такой власти да они подозревают что это может быть просто расправа с неугодным да вот таким губернатором а реально виноват или не виноват большой вопрос чтобы люди поверили то есть нужно проводить открытое судебное заседание правильные люди говорят судом присяжных расследуйте это все докажите людям что виноват и после этого сажайте почему сейчас то где вообще это же вообще до смешного 15 лет если 15 лет назад совершено преступление а что же вы делали 15 лет где вы были как так получилось что только вот сейчас то есть вопросов масса вот если власть сможет если власть захочет я имею ввиду федеральная власть до во главе с путиным если пожелает этот конфликт урегулировать мирно что они должны пойти на эти требования народа если же они проявят глупость как ту глупость которая была ведь она на самом деле была организована да вот это вот ситуация трудни вам да и вот тем кто курирует в администрации президента хабаровский край вот именно они эту ситуацию конфликтную да и создали соответственно я считаю на мой взгляд нужно обязательно отправить в отставку этого зажравшегося труд него да соответственно наказать того кто в администрации президента недооценил ситуацию потому что виноваты не за граница не оппозиция да никто то виноваты они которые вот так вот топорно поступили как обычно да как всегда они любят фальсифицировать дела сажать людей да вот соответственно вот так же поступили а народу это надоело народ сказал хватит выходят люди на митинги и говорят чтобы их услышали и их должна слышать власть потому что иначе если но сейчас хабаровск когда в скором времени еще до какие-то регионы да мы так всю страну потеряем и потеряем не из-за там оппозиции да не из-за там вмешательства иностранного мы потеряем из-за вот тех людей которые во власти до федеральной не способны не добро делать людям да потому что мы сейчас видим до сплошняком одни антинародные законы один за другим антинародные законы да одна только эта пенсионная реформа до чего стоило когда у людей забирают гроши у людей нет работы там когда уже преклонном возрасте человек все прекрасно знают что найти работу очень сложно у людей забирают эту пенсию до эти годы то есть обрекая людей по сути как бы на на то что люди не доживут до до этой пенсии но так нельзя государство должно заботиться о людях да должно помогать людям и тогда и люди будут уважать это самое государство 20 депутатов мосгордумы проголосовали против снижения пенсионного возраста екатерина чем они руководствовались неужели среди них не осталось ни одного здравомыслящего человека 20 депутатов проголосовавшие против нашего законопроекта вот по отмене пенсионной реформы то есть мы хотели снизить пенсионный возраст вернуть до гражданам а тот возраст который был до вот этой вот ужасные реформы самое удивительное было то что расклад по голосам 19 было за то есть мы все вся оппозиция все политические партии и 20 единая россия против дело в том что у них жесткий приказ вот у них приказ голосовать против все они будут голосовать против у них приказ какой-то закон да там для олигархов протащить они будут протаскивать у них приказ людям ничего не давать дань там пенсию не повысить да там пособие там или еще что то все они это выполняют а вот даже взять мою предвыборную кампанию да я баллотировалась сама да я как человек от народа до меня выдвинула партия да мне помогала только партия вот я с миллионом рублей победила моего конкурента вложили 30 миллионов рублей но он проиграл потому что люди до вокруг меня объединились а теперь представьте все те кто вот выиграли в них вложили по 30 в некоторых там по 40 по 50 миллионов рублей ну наверное какие-то обязательства с них взяли да соответственно вот ну есть что-то да более того дальше они как бы тоже получают большие заработные платы и их вот этим вот держат да что вот они должны выполнять все как им сверху велят это я на эту тему я даже иногда смеюсь что с ними делают вообще с единороссами что паяльниками да пытают достращают они сами понимают что они на тупиковой линии находятся они ничего поделать не могут их выдвинули для чего для того чтобы они голосовали так как им прикажут и что они это я могу себе позволить вот такие законопроекты до писать я могу заявлять поддержку народа потому что меня народ избрал потому что люди ходили мне помогали да если бы люди не помогали если бы не закрывали мы а все избирательные участки наблюдателями я бы не победила поэтому естественно я как человек истинный представитель народа да я и говорю от народа все что я хочу да как бы все что должна а их избрал не народ за них за многих пульсифицировали до протоколы где-то переписывали до разные ситуации как бы ну каждого они бы не победили то если бы власть их по сути не назначила да не вложила в них вот эти деньги да они помогали ему правы префектуры да все это мы чиновники жилищники вот поэтому естественно они обязаны власти всем и посажены они в эти кресла депутатов для того чтобы принимали решения которые нужны власти поэтому наша задача если мы хотим чтобы менялось все в нашей стране наша задача обязательно ходить на выборы потому что для власти очень выгодно вот это вот дискредитация института выборного чтобы люди не ходили соответственно когда мы не идем наши с вами бюллетени их берут и вкладывают как раз таки за единороссом поэтому обязательно нужно всем идти голосовать обязательно нужно записываться в наблюдатели членами комиссии да чтоб поступать находите в своих регионах на в своих вот городах организации до кпрф присоединяйтесь не то что там вступайте да кто у кого есть там желание естественно вступайте но хотя бы присоединяйтесь вас партия может направить членом избирательной комиссии с решающим голосом совещательным соблюдателем контролируйте в день выборов не давайте жуликам своровать наш с вами выбор ведь посмотрите что они делают я вообще каким образом вот моя политическая до сложилась я в свое время в одиннадцатом году пошла наблюдателем на выборы у меня на участке победила кпрф то есть в госдуму в 2011 году за кпрф проголосовали 350 человек за единую россию 250 на соседнем участке где не было никого до из наблюдателей за кпрф 390 а за единую россию 1250 то есть они ту тысячу бюллетеней которая не пришла замечательные хорошие россияне оставшиеся дома на даче в отпуске да где угодно которые не пошли которые считают что их от их голоса ничего не зависит вот их бюллетени вложили тысячу двадцать двести пятьдесят да и все и перечеркнули весь результат поэтому еще раз повторяю очень важно ходить наблюдателям и не позволять пульсифицировать результат вот тогда будут настоящие народные депутаты которые будут делать не так как единая россия путин там да или еще кто-то там а так как нужно нашим людям как нужно народу серена в этой связи госдума поддержала идею трехдневного голосования на любых выборах на ваш взгляд каковы истинные мотивы партии власти которая протащила этот законопроект рейтинг единой россии упал уже ниже плинтуса за них люди не голосуют да есть определенный административный ресурс то есть те люди которых они заставляют да проголосовать там всякие там чиновничьи аппараты да там сторонников небольшое количество поэтому единая россия понимает что они не победят поэтому они ищут способы как из этой ситуации выйти вот они придумывают трехдневное голосование трехдневное голосование это означает для нас да в чем минус это в том что наблюдатели то на один день пришел и один день до с утра до вечера как бы вот наблюдал за всем а на три дня человека найти тяжелее да то есть это должен быть ответственный человек который все три дня подряд будет ходить на этот избирательный участок и контролировать не давать сфальсифицировать украсть до честный результат это реально сделать очень сложно потому что одно дело когда человек берет там выходной день там один да и соответственно его как бы тратят и другое дело когда надо три дня да то есть это сразу отсекает огромное количество у нас как бы людей но тем не менее мы все равно даже с этим сможем все всей страной справиться если в первую очередь каждый будет обращаться к нам например кпрф и проситься до чтобы их направили на избирательные участки кто может до пойти вот так вот и три дня поконтролировать это первый момент и второй момент нужно просто всем идти на выборы всем голосовать за кого угодно только не за единую россию ну лучше за кпрф за таких депутатов до которыми вот мы демонстрируем да как часто говорят а где вот где вот они есть да есть они мы да и много таких просто нас не допускает власть да то есть им не выгодно чтобы мы такие были да вот поэтому если вся страна придет поймет что ее голос как раз таки и решает все каждого человека да вот просто все вместе дружно приходим и свои бюллетени используем до голоса власть ничего не сможет сделать какие решения может принять путин чтобы спасти свой рейтинг если такие решения на самом деле я считаю есть и я на самом деле вообще для меня загадка почему он этим не пользуются потому что большому счету да вот пришли люди там 20 лет назад к власти они на сегодняшний день богатейшие люди не только в нашем стране вообще в мире да ну казалось бы уже наелись нажрались да ну подумайте о людях начните хотя бы сейчас когда вы сейчас обеспечили себя дворцами яхтами самолетами я не знаю да там на сотни поколений до вперед вы обеспечили себя да вот этими вот миллиардами у нас списке форбс да у нас только нашими россиянами он и пополняются дабы был вся страна нищая до миллиардеры богатеют на какое-то несметное количество миллиардов так вот уже успокойтесь хватит подумайте о людях отмените пенсионную реформу пенсии нету денег нету да а пошерстите в пенсионном фонде почему вообще в пенсионном фонде а какие-то чиновники которых уже 122 тысячи наших стране почему они там часть там частично до финансирование их зарплат идет из накоплений до пенсионных это почему так вообще происходит нужно по продавать эти дворцы пенсионного фонда почему эти чиновники пенсионного фонда тратят из денег до налогоплательщиков до из бюджетных денег они себе машины арендуют на сотни миллионов рублей как вообще такое то есть просто напросто нужно налоговым службам да там правоохранительным контрольно-счетной палате просто нужно работать тщательнее в каждой вот этой организации не давать воровать делать для людей что-то повернуться наконец-таки в сторону людей снизить пенсионную пенсионный возраст до отменить эту пенсионную реформу нужно поднять здравоохранение нужно начать возвращать то образование которое у нас было раньше да не то что сейчас планируют на дистанционное перевести да на режим самоокупаемости они же сейчас дальше у нас реформируют ведь она же единая россия она же остановиться то не может да во главе с путиным они никак не успокоиться они планируют значит дистанционное образование то есть по сути это вообще убивает образование систему образования в нашей стране через компьютер да будет ребенок общаться а если детей несколько где стоп компьютеров взять не нужны нам такие реформы да потому что все разваливается вообще абсолютно все то есть у нас люди еле-еле выживают то есть и наше государство если повернется лицом к людям если начнет перестанет набивать свои карманы да и начнет думать о людях вот тогда у этой власти у единая россия у путина есть шанс до сохранится ведь чиновники это слуги они забыли что они госслужащие служащие народу за госсчет за народный счет